Всем привет! Меня зовут Молчанов Павел, Fatar.ru И сегодня у нас на обзоре самый быстрый в мире генератор Это Profoto Pro 11 Поехали! Давайте разберемся с характеристиками Это генератор самый быстрый на сегодняшний день в мире Он способен выдавать импульс одной восьмидесяти тысячной секунды Такая настройка позволяет вам снимать, ну, наверное, любые абсолютно моменты, которые могут происходить в жизни К нему подключаются две головы Каждая может быть мощностью, если вы включили обе, то 1200 джоулей Вообще этот генератор поддерживает мощность 2400 Также у него полностью асимметричное управление То есть вы можете выставить одну голову на самую минимальную мощность, а вторую выкрутить на максимальную Ну, я не знаю, правда, что это сюжет такой должен быть Но, в принципе, это возможно Здесь новый экран, он отличается от Pro 10 тем, что он стал ярче Вообще, на самом деле, сам генератор Ну, и так Profoto славится тем, что их техника достаточно качественная И многие-многие года служат Генераторы так тем более Это действительно профессиональная техника Это in-house студия, это большие продакшены Ну, то есть это не обычная студия, потому что стоят такие девайсы колоссальных денег Но, поверьте, они того стоят Итак, что касается внешних характеристик То есть он стал еще прочнее Ну, не знаю, куда уже прочнее Но, в общем, сделали еще лучше Из основных, наверное, нововведений От Pro 10 он отличается тем, что здесь появился Bluetooth И вы можете управлять через приложение Profoto Connect И на iPhone снимать через приложение Profoto Camera Какие-то Android девайсы также его поддерживают Но, как показала практика Profoto Camera на Android девайсах работает, ну, не очень, конечно, хорошо С iPhone'ами все гораздо проще Что касается регулировок Здесь вам доступно управление, понятно, пилотным светом Мощности самих приборов Регулировка происходит с шагом 1,10 Стопа, что позволяет вам настроить освещение Ну, прям очень-очень качественно Также здесь присутствуют два режима Normal и Speed Speed позволяет вам снимать на более коротких выдержках Но тогда у вас получается уже некая разница в балансе белого Что может быть критично Но, опять же, если ваши условия съемки требуют того Чтобы ваше движение было максимально замороженным И это, соответственно, не самая простая съемка То, ну, придется потом потратить время на постпродакшн И выровнять эти кадры по цвету между собой Меню здесь абсолютно простое То есть вы легко перемещаетесь по всем пунктам Включая-выключая то, что вам нужно Выбирая любой режим Вот Normal или Freeze Честно говоря, все действительно просто и понятно Несмотря на то, что это устройство Ну, прям для профессионалов Поскольку этот генератор способен выдавать вплоть до 50 импульсов в секунду Мы решили потестировать его, как раз-таки снимая спорт Мы сегодня будем снимать в скейт-парке BMX'ера Будут классные, интересные трюки Очень динамичная картинка И, честно говоря, мы прям сами в предвкушении Погнали! Давайте протестируем, насколько этот генератор способен отрабатывать 20 кадров в секунду Мы сейчас снимаем на самую топовую камеру от Nikon Способную снимать в огромном разрешении Еще раз 20 кадров в секунду Смотрим Готов? Пара слов про освещение Мы используем генератор Pro 11 от Profoto Он имеет мощность 2400 джоулей Но эта мощность распределяется на две головы Сейчас мы их используем Обе они включены Также на них надеты эффектные фильтры На одном из них надет полный красный фильтр эффектный А вот второй фильтр я, к сожалению, где-то потерял синий И пришлось компенсационный фильтр сложить в 4 раза Компенсационный синий И прикрепить его Таким образом мы получаем сейчас вот такую цветную интересную картинку Цвета очень яркие, такие неоновые, интересные И, на мой взгляд, это очень круто подчеркивает такие современные веяния Тикток, все дела Поскольку мы снимаем с большим количеством кадров в секунду Это 20 кадров в секунду То мощность у нас сейчас установлена не 1200 джоулей, а ниже Для того это сделано, чтобы вспышка успела перезаряжаться Если вы работаете с обычным светом, студийным, каким бы он качественным ни был Он все равно не сможет вам выдаст такую интенсивность при съемке То есть постепенно импульс будет затухать Сейчас, я думаю, вы видите по картинке То есть в момент того, как происходит экшн Свет отрабатывает, картинка случается, но нет никакого затухания И вот для этого генераторный свет и нужен Мы продолжаем, сейчас у нас вторая локация Принцип расстановки света абсолютно такой же Единственное, я буду сейчас снимать совсем с низкой точки Для того, чтобы показать амплитуду прыжка Кстати, когда вы снимаете какие-то экшн-сцены Особенно связанные с прыжками, с какими-то широкими позами То использование широкого угла вам пойдет обязательно на пользу И старайтесь использовать, ну, такой низкий угол Опять же, это очень хорошо подчеркнет амплитуду И сделает ваш кадр гораздо динамичнее В ситуациях, когда вам важно сделать большое количество кадров в секунду Кроме понятия мощности, есть еще такое понятие, как интенсивность света И чем ваша насадка будет мягче или там дальше находиться Все это влияет на интенсивность Поэтому сейчас мы используем два стандартных рефлектора Без сот, без каких-либо дополнительных рассеивателей Но единственное, что на них сейчас надеты цветные фильтры, которые свет пожирает Если бы мы работали с насадками, ну, к примеру, с какими-то софтбоксами То мощность пришлось бы увеличивать А это не дало бы нам такую интенсивность Соответственно, количество кадров в секунду сильно упало бы Вообще, стандартные рефлекторы это очень полезный инструмент Хоть это свет жесткий, которого очень многие фотографы боятся Но научиться с ним правильно работать просто необходимо Потому что он откроет вам целую вселенную Кстати, стоит отметить, что эти стандартные рефлекторы Называются горшки в простонародье И они идут в комплекте с головами Несмотря на то, что приборы у меня сейчас находятся достаточно далеко от меня А могут находиться еще дальше и в более неудобных местах В Pro 11 появилось управление по Bluetooth, по Wi-Fi То есть сейчас я подключаюсь к этому прибору И могу себе спокойненько управлять Что одной головой, что другой Работая как с мощностью, так и управляя пилотным светом То есть сейчас я, вот видите, погасил красненький Заново его включил Я могу управлять его яркостью, диммировать Если называть это правильным Ну, вообще, в принципе, возможность управления приборами Не только с синхронизатора, но и со смартфона Это прям очень круто Это дружественно к фотографу Ну и самая, наверное, потрясающая штука Которая дает вам этот генератор Вы можете снимать на смартфон Ну и давайте посмотрим, как будет выглядеть картинка на iPhone С той же световой схемой Ну, снимать какой-то экшен будет достаточно сложно Потому что есть достаточно сильная задержка через приложение Которое подключается к свету Но сделать эффектную статическую картинку Можно даже очень неплохо Ну, а теперь давайте поснимаем немножко статики И в качестве основного рисующего света на модель будем использовать портретную тарелку И будем ее использовать потому, что как раз-таки работа с ProHead Вообще портретная тарелка сделана, честно говоря, для ProHead Происходит это из-за того, что у ProHead есть вот эта вот выпуклая лампа Которая позволяет полностью заполнить всю тарелку светом И выдать более однородный поток Если вы работаете с приборами, у которых лампа утоплена вниз И надеваете тарелку на нее То свет будет, ну, честно говоря, сильно отличаться Что касается освещения У нас сейчас основной свет, как я уже и говорил Это портретная тарелка с сотой Я сделал достаточно узкий пучок Близко придвинул источник света к модели Для того, чтобы его осветить прям точечно-точечно Вокруг у меня будет практически темно Фоновый свет это стандартный рефлектор На который надет все тот же красный фильтр Чего-то хочется сегодня такого красного всего И что интересно Он у нас, кроме того, что освещает фон Также частично из-за того, что рефлектор надет Как бы широким углом на насадку Он частично отражается от вот этой вот светлой панельки Отбивается сюда и попадает даже на скат рампы Таким образом, мы сейчас в кадре получаем Естественный цвет от портретной тарелки Свет красный на фон Переотраженный красный свет здесь И частично еще у нас свет от тарелки Попадает на вот эту вот ярко-зеленую окрашенную историю Что в кадр добавляет еще больше цвета И картинка становится уже гораздо веселее Нежели просто черно-красная Слишком драматичная Поехали! В заключении хочу отметить, что Profoto Pro 11 Это профессиональный инструмент Который позволяет вам вести съемку Действительно с очень большой интенсивностью И с очень коротким импульсом Я думаю, что это пригодится не только тем, кто занимается Спортивной съемкой Но прежде всего это ренталы, которые занимаются Вернее, продакшены, которые занимаются рекламными съемками Это большие инхаус-студии Это фэшн-бренды, которым действительно важно Качество и скорость создаваемого продукта Кстати, не стоит забывать, что Хоть это и очень на самом-то деле дорогая штука Ну так, для рядового обывателя Но это профессиональный инструмент И второе, вы всегда можете взять его в аренду И использовать его на ваших съемках Спасибо, что досмотрели наше видео до конца Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Задавайте вопросы в комментариях Всем пока!